добрый день здравствуйте здравствуйте меня алексей зовут я вам звонил да 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 заказывал встроенный шкаф да 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 ну мы сегодня ждем до сегодня же договаривались не приедете а почему застряли а где ну ну понятно нет у вас просто было написано что доставка по всей стране ну да да ну да нету дорог понятно значит не получится да ну что ж ладно ладно хорошо тогда всего доброго вот так друзья мир всем я сейчас показал небольшую притчу о том что не в каждой российской деревне можно воспользоваться услугой доставка по всей стране вы на канале хозяйство устиновых подписывайтесь ставьте нравится этому видео нажимайте колокольчик чтобы не пропустить следующие и как вы поняли сегодня речь пройдет пойдет об интерьере дома о встроенной мебели погнали итак сегодняшнюю историю я хотел начать с того что однажды в глубоком детстве ну то уже было подростковое детство когда я учился в школе у нас были мастерские как сейчас помню то есть труды уроки трудов и они различались девочки понятно в отдельных классах мальчики в отдельных у нас на трудах был трудовик помню и токарные станки значит станки по дереву были и что мне запомнилось когда заходишь туда в мастерскую запах дерево очень вкусный запах вот и мы делали там всякие подделки вот одну из подделок даже осталось у меня на память мало того что я делал для мамы там для братов для старшего вот было очень интересно не знаю откуда трудовик дерево брал вроде у школы там всегда денег не было ну в общем мы чему-то научились и соответственно вот эта любовь некая дерево она осталась и до взрослого возраста сейчас мы переехали в деревню значит живем уже все и вот такая ситуация возникла что нужно делать в доме мебель то есть я построил дом приехать никто не может мало того что это стоит там каких-то нереально больших денег а мебель нужно встроенная мебель шкаф и вот значит собравшись силами переборов все страхи я принялся за строительство это не совсем доделанный шкаф вот строенный значит тут вот осталось еще сделать одну дверку то есть что ее в принципе делать дверка делается из щита вот такого я его купил в магазине строительном а вот в общем на одну дверку купил на другую нет потому что просто не было вот необходимого размера но я думаю попозже я приобрету обязательно значит сделал каркас из брусков отшил его фанерой покрасил внутри чтобы пошлифовал конечно же покрасил внутри вот краски тоже бывают разные в брал в магазине красочку там литр 2000 стоит там настолько приятно и но специально краска для дерева ну конечно дорого очень вот я взял попроще краску вот такая штанга у меня для значит для того чтобы вешать вешалки с одеждой полочка сверху снизу и конечно же обязательно можно ложить какие-то кейсы кто нам одежду в кейсы и туда наверх например либо вон туда самое сложное здесь наверное мне мне как новичку потому что я новичок в этом деле значит было это вот установка вот этих петель сейчас я покажу как я их делал я конечно же не умел этого делать поэтому я проконсультировался со специалистами которые уже этим занимались уже не раз вот такая фреза значит я ее приобрел специально под размер чтобы вырезать в дверке вот под эту петелку значит думал что надо фрезером ну думаю как это то сложно у меня есть фрезер думаю как это все делать на самом деле все проще одеваешь на шуруповерт и потихонечку ровненько раз 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 углубляешься углубляешься чуть-чуть углубился подставил посмотрел еще еще нужно раз еще и так вот ты проходишь значит самое главное что отступать от края мне говорили там два миллиметра я там на глаз примерно 23 миллиметра собственно все так и сделал сама петля хорошо она регулируется выше ниже куда-то я ее потом подрегулировал вот я установил здесь где здесь у меня будет на этой стороне с другим углом и вот это двер так дверка эти петли как бы с доводчиком раз так вот чек она сама потихонечку очень прекрасно сюда сделаю потом ручки тоже ну могу там сам придумать из каких-нибудь березовых да там этих веток вот либо какие-то покупные сделать хочу это покрыть снаружи значит в морилкой цветом орех у меня мебель как-то вся вот цветом орех покрыта вот и можно восковым покрытием какими покрывал пол собственно от фирмы борма ложь очень это или итальянская фирма очень прямо нравится это покрытие но не дешево но она очень качественно здесь же можно еще тоже сделать на дверке ну какие-то такие как ручечки что ли может быть крючочки что-то вешать еще вот собственно такая у меня подделка значит получилось дай бог я думаю что я найду все таки вот этот щит мебельный оставшийся сюда будет полноценный шкаф что я делал кровать я делал раковину сделал вот теперь еще шкаф ну я думаю что вообще специалист принимаю заказы но это была шутка поэтому всех вдохновляю это намного дешевле чем если заказывать откуда-то вести там ну понятно там может быть качество будет другое опять же хотя бывает сейчас иногда такое качество что ну просто деньги на ветер поэтому делайте сами экономьте и у вас будет все получаться будет очень радостно и приятно и с каждым разом будете набираться опыта вот поэтому жить деревне это еще освоить другие профессии чего я вам всем желаю жить большая особенно молодежи нужно иметь несколько профессий всего доброго до новых встреч нового видео если вам понравился этот ролик ставьте лайк делитесь этим видео с друзьями выскажите свою точку зрения в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал впереди будет много интересного и полезного